Добрый день, дорогие друзья! Сегодня такой необычный формат психобзор. Я буду делать обзоры на фильмы для того, чтобы вы могли проще и лучше понять психотипы людей. И мы будем, соответственно, разбирать сегодня фильм «Зеленая миля». Сразу скажу, что мы уйдем от всей художественной части, от всей художественной составляющей этого фильма и будем говорить, по сути, о главных героях и, соответственно, о их типах личности. Сразу скажу, что это кино для эмотивов, о эмотивах, и, соответственно, там будет один нарцисс главный, да? И, соответственно, вот все это дело мы сейчас разберем и узнаем, кто же из них был нарциссом, а кто эмотивом. Ну и одну из главных ролей сыграл у нас Том Хэнкс. Он сыграл вот этого начальника, да, Пола Якшкмута. Все время забываю, как правильно произносится его фамилия, суть в чем. Том Хэнкс, он вообще играет по большей части эмотивные роли. Я думаю, что он и сам является, в принципе, достаточно эмотивным человеком. И такие роли наиболее лучше ему удаются. Почему именно вот этот Пол, да, главный рассказчик всего вот этого действия, он является эмотивом? Ну, во-первых, обратите внимание на то, что когда был конфликт с, соответственно, вот этим вот маньяком, да, который там напал на всю охрану, да, как-то начал ее раскидывать, Том Хэнкс, он не берет, в общем-то, дубинку, да, не начинает его дубасить, как вот в фильмах про полицию, да. Он, соответственно, оставляет дубиночку, да, и, соответственно, в рукопашную так аккуратно пытается его утихомирить, этого психопата. Ну, точнее, он там не психопат, а даже больше, точнее, социопат, да, этот маньяк. Но он нам сейчас менее интересен. Потом Том Хэнкс повез вот этого вот кофе, да, вот этого чернокожего здорового парня лечить своего начальника, что тоже является эмотивным поступком. То есть мы не берем в аналитику какие-то, ну, вещи, которые, вот я еще немножечко книжку полистал, описываются, да, что он там был строгим таким начальником. В общем, в этом несу. Возможно, автор имел в виду, что это был там какой-нибудь эмотивный эпилептоид, он как-то так его представлял, слияние двух типов. Но в фильме для нас очень важно, что Том Хэнкс показал своего персонажа Пола максимально эмотивной личностью. И смотрите, чем фильм отличается от жизни. Конечно же, в жизни у нас очень редко будет такой момент, да, проявляться, что эмотивный работает начальником охраны. Но это фактически невозможно. Как я говорил, эмотивный долго на такой работе не продержится. Соответственно, он не выдержит этого давления, прессинга. В фильме же не показаны все вот эти ужасы тюрьмы, которые могут надавить на такого мягкого человека. Посмотрите, он фактически сломался от той ситуации, которая описывает его в жизни, что уже, ну, в фильме описывает, что уже, да, говорит о том, что он несколько эмотивен. И даже в фильме это показано, что эмотивных подобные ситуации ломают. А представляете, сколько бы таких ситуаций произошло за время становления его в службу. Он же не сразу стал охранником, то есть, ну, этим начальником охраны. То есть, он сначала работал, да, там, каким-то просто охранником или там во внутренних, да, в войсках работал. Соответственно, военным был. Соответственно, таких ситуаций он бы встречал кучу, кучу. И я думаю, что это бы его сломало прежде, чем, соответственно, он бы достиг данной должности. Это если мы говорим, что в жизни, вот есть у нас чистый эмотивный, да, психотип, и вот он идет по линейке охраны. Но в фильме есть художественное допущение, и вот такой вот эмотив работает в охране. И, посмотрев данный фильм, я не буду спойлерить, вы можете сами напишите мне внизу в комментариях, скорее всего, вы все видели этот фильм. Опишите мне, в общем-то, его еще одни эмотивные проявления. Я хочу, чтобы вы их нашли в фильме и написали. И, может быть, даже между собой поспорили, да, в комментариях, что будет наиболее ярким проявлением эмотивных качеств Тома Хэнкса в фильме «Зеленая миля». Есть там такой персонаж, Элокруа, это тот парень, который приручил мышонка. Почему я сказал, что фильм для эмотивных, о эмотивных? В общем-то, по сценарию он тоже там кого-то убил, но суть в чем? Суть в том, что он там показан абсолютно эмотивным человеком, который вот так вот перевоспитался. Естественно, в жизни такое бывает очень редко. И мы говорим либо о человеке, у которого психиатрическое нарушение, да, и у него вот эти вот вспышки гнева и агрессии меняются на вот такую вот инфантильность. Но он никак не перевоспитался. Если бы мы показывали такого человека, да, более приближенно реальному жизни, нужно было бы отобразить какие-то аспекты жизни, да, где у него идет срыв, и он превращается в такого социопата. Вот, но в фильме такого не показано, потому что фильм нацелен на эмотивную аудиторию, да, фильм такие добрые эмоции в нас затрагивают, такую грусть, милоту и так далее. Ну вот, ну, в общем-то, я думаю, что персонаж был мало показан, о нем говорить долго не стоит. Ну вот, перейдем дальше, перейдем к кофе. Кофе – это вот этот вот здоровый, огромный парень у нас, который, в общем-то, мог бы им всем навалять. Но он тоже эмотивный. Он не стал бежать из тюрьмы, да, он даже согласился на то, чтобы его казнили. Он вылечил всех хороших, покарал всех плохих. В общем, кофе – молодец. Вот, ну, суть в чем? Суть в том, что тоже тут долго заостряться, не хочется заострять свое внимание. И, соответственно, кофе, он малоинтересен с точки зрения психологии, да. Вы, наверное, даже если картинки просто фильма посмотрите, вы уже догадаетесь, что кофе является эмотивом. Поэтому мы так быстренько переходим к следующему персонажу. Есть там такой персонаж охраны, как Брут. Брут здесь никого не предает. Брут вообще четкий парень такой. В книжке, кстати, Брут был описан, по-моему, как такой эпилептоид. Он очень любил правила, любил им следовать, уважал начальство и так далее. Но, конечно, тоже все это отображено с эмотивной стороны. И Брут все равно имеет, ну, такой добродушный характер и в книге, и в фильме. Ну, он немножечко более грубоватый, чем, допустим, кофе, да. Кофе вообще инфантильный какой-то. Соответственно, Брут, он имеет тоже такие качества эмотивные, добрые. То есть, он там никого не избил, да, всех этих маньяков, да. Он не избил Перси, да, хотя Перси плохо себя вел, да. И эпилептоид мог бы сорваться, не выдержать, как-то побить его. Вот, а, соответственно, Брут таких действий не предпринимает. И мы его тоже можем зачислить в эмотивные личности. Ну, как минимум, там, 50 на 50. 50% эпилептоида, 50% эмотива. Самое интересное, кто же был у нас Перси. Смотрите, с Перси вообще интересная ситуация. Ну, теоретически мы могли бы его поместить либо в социопаты, либо в психопаты. И я хоть о них и не говорил. Кстати, если хотите, я могу рассказать и о них. Для этого мне нужны ваши комментарии, лайки, как всегда. Вот, и рассказать я бы мог, чем отличается психопат от социопата и от нарцисса. Перси является нарциссом. Почему именно нарциссом? Почему не психопатом, не социопатом? Потому что, смотрите, психопаты, это переводится примерно как болезнь души у нас, да? И, соответственно, в чем суть? Нехватка эмоций. И на фоне этого они склонны делать социальные поступки. Но прямого надобности над кем-то издеваться у них нет. У социопатов есть такая потребность, да? Ну, даже не потребность, а просто они могут вот резким выплеском, да, своих эмоций перейти к физическим непосредственным действиям. И это больше похоже на того маньяка, который, в общем-то, всех, да, там, убивал. Дикий Билл его называли, да? Вот. В общем, вот он социопат как раз. Если так вот коротко, поверхностно взглянуть на него, мы же не будем тут целый анамнез рисовать психиатрический. Для нас интересна психология. Вот просто бросаем его в социопаты, он склонен к физическому насилию, он вот такой вот агрессор. А наш Перси, это, соответственно, как раз-таки нарцисс. Что характерно для нарцисса, да? Когда социопат его схватил, там, за яйца он его схватил, да, он немножко так поиздевался над Перси. Если бы Перси был не нарциссом, а социопатом, это могло бы привести к столкновению, да, они бы пришли в какой-то яркий конфликт. Или чуть позже, да, он бы его там как-то передохнул, да, от крепко сжатого достоинства. И пошел бы, значит, бить его там или из пистолета застрелил, как он в конце фильма сделал, да. Уже будучи сумасшедшим, нужно понимать, что в конце фильма имеется в виду, мы же не можем рассматривать его состояние, когда его там опухолью вот этой заразили, то есть там уже помутнение сознания, там непонятно. Когда он в здоровом состоянии, тут как раз-таки отслеживается его нарциссическое поведение. То есть он не готов идти к прямому физическому конфликту. Он не строит таких прям сложных схем, на которые, кстати, способны чистые психопаты. Ну, то есть они там выстраивают вообще такие злые гении, так скажем. Выстраивают сложные-сложные ловушки там всякие. Это, знаете, на кого больше похоже? Был какой-то фильм, кто знает, напишите мне в комментариях. Вот голливудский фильм, пару лет назад он, по-моему, выходил, а может быть больше. Там какой-то парень, он был заключенным, и вот он, будучи в тюрьме, выстроил ловушки для вот этих нечестных судей, которые его там жену как-то убили и так далее. Вот, если хотите, можно сделать на него обзор. И вообще, я думаю, что вот обзоры на такие фильмы, они будут, конечно же, сложнее для меня, но интереснее. То есть там есть очень много различных сложных, да, социальных моментов, простроенных и так далее. А вот зеленая миля, она является, ну, такой, немножечко ближе к сказке, да. То есть это такое простое повествование, тут простые персонажи, их очень легко раскрывать. И, в общем-то, все ответы лежат на поверхности. Но вернемся к Перси, вернемся к Нарциссу. То есть, смотрите, для него главное это, ну, как бы поиздеваться, да, почувствовать свое превосходство. И в фильме это очень просто отслеживается. И, соответственно, он не строил ни сложных схем, не проявлял какой-то прямой агрессии, да. Он просто издевался своим поведением над заключенными. И это показано абсолютно просто в фильме. Соответственно, я думаю, что здесь, в общем-то, на этом наш психобзор и закончится. Закончится на Перси, на Нарциссе. Если вы хотите посмотреть такой ультрированный, мультяшный образ поведения Нарцисса, это вот будет как раз поведение Перси. Даже то, как он губку, да, подменил. Вы помните, как он губку подменил? То есть он ее не смочил. Вот. То есть вот такие простые какие-то шаги. Это манипуляции, но очень простые манипуляции. Поэтому, когда мне пишут, что там Нарциссом невозможно будет манипулировать, еще что-то, это далеко не так. То есть если у него высокий интеллект, да, конечно, сложно. А если у него простой интеллект, он будет вот к таким каким-то примитивным приемам спускаться, к примитивной манипуляции, когда все завязано на его власти. Вот было бы в его власти возможности не смочить эту губку, он ее не смочил. Было бы у него больше власти, соответственно, он бы больше каких-то действий производил. А было бы меньше, он бы сидел там тихонечко, да, там, представим, жизненную ситуацию, да, попал такой вот нарцисс, который еще и он чистый, он, в принципе, не готов к физическим конфликтам, в компанию настоящих эпилептуидов, у которых еще и социопатические какие-то есть признаки, да, такие. И они его там быстренько, значит, уму-разуму научили. Он бы сидел тихо, поманкивал там вообще. Ну, потому что с такими ребятами, да, если взять там ребят каких-нибудь из МВД, ну, лучше с ними не связываться, не конфликтовать, да, не навязывать им свою точку зрения. Вот, суровые такие мужики. Вот, поэтому, соответственно, нарциссы не будут с такими людьми конфликтовать. Им это ни к чему. Они будут искать слабых людей или выезжать на свои власти, и вот так, да, они себя проявят. Так Перси себя и проявил. Дядя у него был богатый, крутой, да. Дорогие друзья, я надеюсь, вам было интересно. Такой вот простой обзор, еще раз повторяюсь, простой он, потому что фильм простой. Вот если бы я обозревал, допустим, «Карточный домик», это было бы дико сложно. Боже мой, у меня голова ломается до сих пор. Ну, мне было бы дико приятно обозревать этот «Карточный домик». Но там целый сериал, и там психотипы персонажей. Вот что сложно, почему я там сам не снимаю, допустим, на «Карточный домик» психообзор, да, вот снял на зеленую мелью. Помимо того, что вы просили именно в комментариях снять обзор на этот фильм, я думаю, что психообзор будет тоже не очень точным на «Карточный домик», потому что слишком уж некоторые персонажи, в том числе и Фрэнк, меняют немного свой тип личности к концу сезона. Поэтому там непонятная такая ситуация. А вот если фильм целостный, то его можно разобрать. Но я хотел бы, чтобы мы разбирали те фильмы, которые вам наиболее интересны. Поэтому напишите мне внизу в комментариях, если вам такая рубрика, такой психообзор, такой формат изучения психологии интересен. Мы будем продолжать дальше. С вами был Кравцев Сергей, Medical Fitness. Да пребудет с вами здоровье, а я вас жду на своих консультациях. Субтитры сделал DimaTorzok